Во время сеанса ты сможешь комментировать свои видения, можешь передать информацию. Итак, мы летим в Шамбалу, мы летим в Шамбалу, переносимся далеко-далеко. Когда ты сможешь комментировать свои видения, мы слушаем тебя. Все это время со мной находится существо, я не могу сказать, я не вижу его лица, образ человека, но я вижу, что над головой орел, орел света. Это он меня ведет. То есть ты видишь его, да? Да, я его вижу. Готов ли он с нами разговаривать? Разрешите с вами поговорить, задать вопросы, вас интересующие. Да, он разрешает. Первый вопрос. Где находятся точки входа в Шамбалу на Земле сегодня и сколько их? Где находятся точки входа в Шамбалу на Земле, сколько их? Покажите мне. Где эти точки? Если можно, карту покажите. Так, Азия, Азия, Тибет. Тибет показывают черными точками в горе, наверху. Потом немножечко южнее, восточнее точка. Так, еще где? Вороненькая ласа есть такое место входа? Да, есть. Северное лицо, южное, западное, восточное лицо, с какой стороны? Говорит, что северное. Говорит, что северное. Северное лицо. Северное лицо. Еще где? Показывайте. А, вот говорит, что Индия-точка есть. Где-то есть на материке еще? Ты запоминай просто, визуально запоминай. Так, вот смотрите, Тибет, потом вот как-то так горы идут. Здесь вот на Тибете точка, потом ниже точка, и еще где-то здесь точка. Нужно стоять достаточно большое. Тоже горный массив. Запад. Запад есть где-то вход? Запад, говорят, Англия. Англия где-то. В районе Стоунхенджа? В районе Стоунхенджа. Прям тепло пошло, да. Да. Так. Еще где? В Южной Америке есть, посмотри? В районе Перу. Сейчас Америка. 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 Начнем с Южной Америки. В Южной Америке две точки. Перу. В районе Мачу-Пикчу. В районе Мачу-Пикчу. В районе Мачу-Пикчу. В районе Мачу-Пикчу. А, да. Так. Покажите мне, что там вообще. Горы или степи, или что там за природа. Так. Там показывают, там нет растительности. Я не знаю, что это такое. То есть, ни горы, ни растительности. Это может быть степень, пустыня. Я просто не знаю, что там вообще находится. Вот там вот. Так. Северная Америка. Сейчас. Северная Америка. Покажите мне. Вот. Вот. Северная Америка. Ближе, значит, к западу. Ближе к западу. Блин, карту я не этот самый. Я, может, не рисую. Запоминай, когда мы живем. Ближе к океану. Ближе к Контактиде, да? Нет, нет. Не к Контактиде, а к Тихому океану. А, к Тихому океану. Ближе к Тихому океану, да. Ближе к Тихому океану. Так. Еще где-то есть. Нет. Больше я не вижу. Так. Северный полюс. Покажите мне. Вот. Северный полюс. Там прям вообще мощный вход. Да. А южный полюс? Антарктида. Южный полюс. Покажите. А южный полюс мне почему-то показывают все эти точки, которые показали, черные, а там какой-то красный разлом. Там не точка, а там красный разлом. Там оттуда выход энергии. С южного полюса выход идет. Северный ход с южного полюса. Да. А они связаны между собой. Это энергетическая цепочка везде. Все связаны. Все точки связаны, да? Все точки связаны, да. Есть еще маленькие точки, но они… Это скорее всего тоже, возможно, показывают места силы, но скорее всего это уже духовный вход, так скажем, не материальный. То есть вот большие точки, которые они мне показали, это конкретно где можно прямо войти, так скажем, в этот мир другой. Второй вопрос. Можно ли попасть в Шамбалу в физическом теле? Если да, то как? Можно ли попасть в Шамбалу в физическом теле? Если да, то как? Нет, говорит, что в физическом теле невозможно. В Шамбалу в Шамбалу в Шамбалу попадали… Вот про Богородицу сказал, что подала… Ее взяли прямо телом. Вот. Еще кто-то есть. Были пророки, но это исключительные люди. То есть обычному мирянину это практически невозможно сделать. Но тела потом возвращали. Это фактически как воскрешение было. Это смерть, Дмитрий Александрович, это уже не жизнь. Это жизнь после смерти уже, да? Это жизнь после смерти, да. То есть живому человеку просто попасть в Шамбалу в материальном мире – это невозможно. Вот. Можно попасть путем медитации духовной. А, нужен ли проводник для входа в Шамбалу? Нужен ли проводник для входа в Шамбалу? Нет. Сказала, не нужен проводник. Человек может самостоятельно это делать. Нужен большой поток энергии. Нужно сочетание звезд определенные. С чем это связано? Это я вопрос задаю. Какие звезды, какое сочетание? В определенный момент времени идет мощная энергия из космоса на Землю. Это солнечная энергия? Это что это? Это трансляция энергии Луны, полнолуния, например. Это Луна. Это что это такое вообще? Лунные дни. Да, это мощные лунные дни. Это полная Луна. В эти дни возможен переход. Кометы показывают, скорее всего, что они тоже каким-то образом влияют. Или какие-то космические субстанции, которые летают. Что это такое вообще летит? Что ты видишь сейчас? Да, летит огромный сгусток энергии. Он пролетает мимо Земли. Это не комета. Это какой-то сгусток огромный. Я не знаю, что такое. У нас еще пока ученые этого не видели. Возможно, может быть, какое-то? Да, возможно. И вот он как раз дает мощную силу. Если в сочетании с Луной, то это... Как часто бывают эти дни? Несколько раз в году. Несколько раз в году. В ближайшее время, когда можно это человеку сделать? В ноябре. В ноябре месяц. Местонахождение человека не имеет значения. Он может находиться где угодно, да? Местонахождение имеет значения. Нет, фактически не имеет. Он должен... Войти к потоку. Он должен соединиться с тем потоком, который исходит из места, который входит в Шамбалу. Вот те, которые ты видела эти места, да? Это мысли формы. Это мощная энергия. Лучше будет, если это будет группа. Группа. Не один. Одному сложно выйти потом. То есть несколько биоэнергетиков должно быть, да? Несколько, да. Несколько. Когда была образована Шамбала? И сколько там населения находится сейчас? Или там только души? Когда образована Шамбала. Как ты чувствуешь, нормально? Да. Шамбала образована при зарождении людской жизни. Человечества, да? Человечества, да. Сколько миллионов лет назад это произошло? Человечество было образовано? Сколько миллионов лет назад произошло? Да. Там показывает... Показывает... Один, ноль, семь... Семь, ну там... Значит, сто семь миллионов лет назад? Да. Там три. Там больше. Там миллион. Миллион даже? Да. Там... Да. Больше там. Это... Это жизнь на Земле или это человечество? Это то, что пущено было на Землю для человечества и начало образования людей, жизни. Тогда создалась Шамбала для помощи, для поддержания человека. Ты сейчас находишься в Шамбале? Если так... Таким языком говорить. Я нахожусь рядом с этой... Черный переход. С поцалом, да? Да. То есть ты не в Шамбале, но ты рядом с переходом, да? Я рядом с переходом, да. Что сейчас чувствуешь, ощущаешь? Я... Как себя чувствуешь вообще? Я... Сильное давление. Такое ощущение, что это как по типу чёрной дыры. То есть вход, он... Он чёрный эйфорный, но я знаю, что там внутри очень много пространства. То есть он как обратная составляющая, как вытекает из этого мира в другой переход. Причём я сейчас нахожусь в точке именно вот в Америке. В грани Перу? Вот... Да, где-то вот там вот. В горах. Да, в горах. Да, в горах. Ты сверху посмотри там. Ты видишь сейчас всё, да? С природы там. Сверху. Да, сверху вижу. В горах, да? Тут... Горы, тут какие-то эти... Что-то сделанное из камня. Угу. Ну это похоже на Мачу-Пикчо? Ты видела вообще Мачу-Пикчо? Была там? Я... Нет, я там не была. Ну это похоже на Мачу-Пикчо? Говорят, что там есть переход другое измерение. Похоже, но я вижу, там нету людей. Вот. Потому что... Вообще никого нету. Или туда кто-то не ходит, туда. Или это не показывают место, может быть. Угу. Ну такой вопрос. Есть ли нам какое-то послание из Шамбала для нас, людей? Послание из Шамбала на данный момент? Какое послание из Шамбала для нас, людей? Показывают глаз. Всевидящее око. Смотрит... Смотрит на нас. Скажите, какое послание, какое послание нам? Послание может быть очень большим. Что конкретно интересует? Нужно спросить. Здесь люди, они говорят, что мы все под определенной оболочкой. Мы покрыты, покрыты какой-то энергетической... Энергетический попол? Да, субстанцией какой-то. Причем мы все вместе, люди одно единое. Их нельзя отделять друг от друга. Нету... Взаимосвязаны мы все, да, энергетически? Да, все взаимосвязаны. И невозможно отделять одного от другого. И если один что-то не то делает, это на других сказывается. Должны делать... Должны делать... Должны делать так, как нужно делать, как идет по белой дороге. Ни в коем случае не поддаваясь ни на какие разговоры. Извини, кто-то может мешать. Здесь в определенный момент обрывается оболочка. И здесь люди не защищены. И здесь уже идет холод уже на всех людей. Вот почему так происходит, я не пойму. Вот здесь показывает, где Шамбала, где вход, где... Вот разговариваем сейчас. Свет, он обрезается. И там уже темнота. А здесь люди. Вот эти люди, которые рядом с темнотой, они поражены. Болезни. Это рак. Похоже, что это даже и отчасти и раковые. То есть они приходят в Шамбалы, их там исцеляют? Да. Они отделены. От всех остальных, да? Ну да. Они почему-то из общей массы. Почему они отделились? Кто их отделил? По какой причине? Что вообще происходит? Почему люди разделились? Так рак это наказание или болезнь? Рак это наказание или болезнь? Он говорит, что это наказание. Предупреждение к чему-то. Да. Это предупреждение. Что человек неправильно живёт? Да. Направление в правильную сторону. То есть это коррекция души фактически, коррекция тела, да? Ну да, это коррекция. Да, всё вот начали говорить, всё, они стали светлеть. Да, да, да. Правильно, значит. То есть они сами должны себя исцелить фактически, изменив образ жизни, да? Изменить они сами себя могут. Исцелить, изменив себя. Да, они могут, но здесь, если будет учитель или помощь, это намного лучше будет. То есть нужен ли наставник, учитель, врач фактически, да? Да, это люди, которые не запутались, где-то внутри, они пошли не туда. Вот. И у них накопление, ну что это такое? Я никогда это не видела. Что липкое, мягкое? Внутри вот эта чернота, она вот как органы, обливает вот такими кружочками, да, вот так вот их забирает. Вот. Человек ещё живёт, он живой, но он уже поражённый. Лучи. Так, если мы чистим человека, чистить каким образом? Чистить сознанием, а саму болезнь, саму болезнь. Лучи показывает, по крови можно, по крови и клетки. вводить в клетки здоровые, они будут размножаться и убираться в больные клетки. Мы сможем очистить людей, чтобы избавиться от этой болезни или от других болезней? Нет, это невозможно. Невозможно. Там ещё какая-то болезнь идёт, скоро будет. Ой, какая-то эпидемия. Вирусами какая-то эпидемия? Какая-то эпидемия, да, поражаются органы. Вязкая, тёмная, в коричневый цвет, значит, скорее всего, что что-то с кровью будет связано. Вот. Это наказание, опять же, просто очистит ряд людей, ряды людей очистит. Вот. Сможем бороться, не сможем бороться какое-то время, а нужно чистить потом попозже. Волна пройдёт, всё, болезней не будет этой, другой. Ещё что-то будет? Вакцину от рака, которую мы сейчас разработали, применяем, она подойдёт для лечения этих болезней? И, в частности, рака и вот этой болезни? Так, вакцина от рака разработанная. Подойдёт или нет? Как ей пользоваться? Что нужно конкретно сделать? Вот. Она убирает часть, часть убирает. Она действует снизу вместе с потоком энергии и идёт вниз и уходит в землю. Землю. Да, вакцина, она хорошая. Хорошая, благая. Да. Ты устала, да? Нет. Ещё больше. Есть такой вопрос. Есть ли на земле те, кто приходит из Шамбала на землю? С какой целью? Есть ли такие люди сейчас здесь на земле? С какой целью они пришли из Шамбала в физическое воплощение? Есть ли люди, пророки, которые пущены на землю? То есть это учителя, пророки, мыслители? Да, они есть. Они из Шамбалы. Они пришли оттуда. Это духовные учителя. Но они пришли уже после своей физической смерти или они пришли сначала туда, потом вернулись назад? Не вернулись они туда. Энергию, которая аккумулировалась в Шамбале, все знания, они были даны при рождении человеку, который дальше уже несёт пророчества в массы. То есть это избранные таких очень мало. Показывают жёлтым цветом, прям ярко-жёлтым. Одежды. Не знаю, что это. Вот. Они не понимают мирскую жизнь. Они оторваны от этого. Они видят только энергию и Божественное. Если Шамбал – это высший уровень развития души, стоит ли нам стремиться в Шамбалу? В Шамбале учителя, они там есть, они дают знания всем желающим, необходимые знания. Чтобы попасть в Шамбалу, нужно быть пророком. Чтобы там остаться, нужно быть учителем. А обычный человек там не будет. Он может быть гостем, будут рады. Он получит там знания? Да. Он получит знания. То есть человек физически не умрёт, но он получит знания из Шамбалы? Да. Да. То есть вот эта энергетическая связь возможна. То есть не нужно физически пытаться туда зайти. Нужно в определенные моменты времени энергетически по каналу пройти. Воссоединиться с ним пройти. Да. Туда они открывают эти брата для обмена информацией, для ответа на поставленные вопросы. Святые. Святые. Не все. Не все тоже были в Шамбале. Шамбала она земная или она связана со всем мирозданием? Шамбала земная или со всем мирозданием связана? Мне показывают именно земную Шамбалу. Святые. Но когда туда входишь, там фактически бесконечный мир энергий. Насколько это можно говорить о материальном? Нельзя там говорить о материальном. Она не находится в земле как таковой. Это не пещера, не яма. Это мир. Это мир. Это мир. Пространство какое-то? Да. Пространство, да. Заполнена энергией. Энергией информации. Энергией информации, да. Где как раз аккумулируются определенные знания, определенные навыки. И можно сказать, что да, учитель, можно сказать. Но когда человек хочет видеть эту информацию, он представляет себе именно учителей в человеческом облике. Другую информацию он не может получить, поскольку он ей не поверит. это именно касается земных существ, земных людей. Поэтому речь идет о земной шампале. То есть мы можем взаализировать именно этих сущностей энергетических, которые будут для нас учителями. Они будут в человеческом облике. Прекретая человеческая область для нашего человеческого восприятия. Да. Но они не материальны. Материальное создано. Создано. Это биомасса. Планета, она тоже живая. Все, что есть на планете, в том числе и люди, они все взаимосвязаны, если не рассматривать оболочку энергетически. Это тоже энергии определенные, текущие. Под водой тоже самое. Все едино. Каждый человек может почувствовать себя частью другого человека, другого существа. Всего, что находится именно на земле. Потому что там одни частицы. Так, я вижу, что устала и перегрузка идет. Давай, попрощайся, скажи спасибо, поблагодари их. И будем готовиться к выходу. Спасибо большое за информацию. Спасибо.